Глава 7. Жернова Господни Она ведь знала, что девочка здесь ни при чем. Знала это давно. Знала с самого начала, но упорно держалась на стадии отрицания, мучая ребенка и себя саму. Уходила с головой в религию, хваталась за слово Господне, как со спасительный круг, только чтобы не видеть, не слышать, не помнить. Не давая себе уснуть, Антонина Петровна ворочалась и металась на простынях, почти физически ощущая, как рвется и спадает сознание пелена, которой она окутала себя. Пелена, что не давала ее разуму воли, проводила все мысли сквозь призму священного писания, усмиряла гордость, успокаивала душу. Спасительная пелена, отчаявшаяся, жертвующая собственным ясным рассудком, чтобы сохранить в безопасности душу. Сколько лет она не видела для себя иного выхода, кроме Христа. Сколько лет судила неразумно, нелогично, не по-человечески, но по-христиански, отметая очевидное, не веря собственному рассудку. И всю эту защиту, выстраиваемую годами, всю железную уверенность в Господе, о которой ломались любые копья сомнения, разбила девчонка своими упреками. Нашла момент, когда вера ее была наиболее уязвима, когда принципы пошатнулись под гнетом усталости и бессонницы, и ударила, рассыпая всю систему убеждений Антонины, как карточный домик. Как же так вышло? Всего пару фраз, и долгие, долгие годы. Она знала, как так вышло. Понимала с холодной беспощадностью, вздрагивала в такт звуком, доносящимся из прохладной гостиной. Девчонки в квартире не было, а звуки никуда не делись. Ровно как в тот раз. «Чудные дела твои, Господи!» – эхом раздалась в голове Антонины Петровны, радостным, звонким, счастливым голосом. Произнесшая их была весела и беззаботна. А какой ей еще быть? Прекрасная новость. Беременность в 45 лет. Поздняя. Выстраданная. Долгожданная. От любимого мужчины, которого не станет спустя несколько месяцев, и на зависть младшему брату, у которого уже подрастает дочка. «Чудные дела твои, Господи!» – рассмеялась Тонечка. Моложавая, волноватая. Она стояла на выходе из женской консультации, и вся светилась изнутри. Вот-вот подъедет муж, и она обрадует его. «У нас будет ребенок, дорогой! У нас будет малыш!» Они пытались зачать уже не первый год, но все никак не выходило. То ли с мужем что-то не так, то ли у самой Тони неполадки со здоровьем. «Врачи говорили, что же вы хотели. Не молодые уже. Раньше надо было думать. И вот, когда они уже было отчаялись, такая оказия». Тонечка оказалась права. Максим, услышав хорошую новость, пришел в настоящий восторг. Тогда, на залитом солнцем крыльце женской консультации, он кружил ее на руках и смеялся, как ребенок. «Знает Тоня, чем обернется эта их беззаботная радость, не стала бы она так заразительно хохотать в тон мужу». Но знать будущее люди невластны. Спустя месяц они сидели на кухне, и Тонечка тихо гладила ладонь Максима, посчинячи глядя на него снизу вверх. «Ну что же ты, Максик?» – ласково поговоривала она. «Ты себя накручиваешь, право слово? Но какие такие проклятия? Какие еще чудовища? Ты переволновался на работе? Отсюда и плохие сны?» «Я тебе клянусь, Тоня». Максим чуть ли не ударил ладони по столу. «Там что-то было не так. Жернова Господни». Он сказал «Жернова Господни». Мол, божья кара и все такое. «Ну ты посмотри на меня. Я похож на тех, кто в эту чушь верит?» Тонечка покачала головой. Угораздило же ее мужа попасть в гнездо религиозного фанатика. Мужик сошел с ума, зарубил топором собственную дочь за то, что та не хотела креститься. А в ответ на все вопросы лишь хохотал и кричал что-то про божье наказание, которое настигнет неверных. Максим в этой истории оказался замешан невольно. Он не был ни милиционером, ни врачом. Просто мебельщик, который пришел в запланированный день собрать шкаф. А вместо шкафа нашел мертвую девушку. Ее безумно смеющегося отца. «Не похож», – продолжал Макс. «А вот меня пробрало. С ним что-то совершенно не так было, будто... Будто им кто-то управлял, понимаешь? Нечто чуждое, нечто злое. Ты очень устал». Тонечка встала и обняла мужа за плечи. «Извини, но ты бредишь, дорогой. У нас все хорошо, слышишь? Пусть их разборки останутся с ними. Ты здесь ни при чем. Тебе просто... Не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Незачем забивать этим голову. Если бы... Мне слышатся голоса, Тонь. Какие-то скрипы и... Црапания, будто из-за стенки. Неужели ты не слышишь?» Тоня отрицательно покачала головой, жалостливо глядя на мужа. Максима мучила бессонница, начавшаяся аккурат с жуткого случая. Не помогали ни врачи, ни снотворные. Макс не мог уснуть до середины ночи. Ворочался в кровати и что-то обормотал. Неудивительно, что ему с недосыпа слышится всякое. Они рассказывают мне разные вещи. Про чудовищ, про веру, про... Про бога. «Сходи к врачу еще раз, Макс», – деликатно посоветовала Тоня. «Ты меня очень тревожишь, а мне тревожиться нельзя». Муж тогда, казалось, внял, но следующее же утро он записался на прием в ПНД. И некоторое время Тонечка не слышала от него никаких жалоб. Но длилось это недолго. Спустя какой-то месяц он вновь начал бредить. А заодно прикладываться к бутылке. Пахнущий перегаром, с горящими, на осунувшемся лице глазами, он вещал. «Да пойми же ты, Тоня, здесь не все так просто. Мне недавно, как будто что-то открылось. Ты представь себе, что бог, но тот, в которого мы вроде как верим, на самом деле и не бог вовсе. Нечто живое. Нечто очень могущественное, но не бог. Представь, Тоня, что что-то пришло извне. Увидела, как здешние обитатели молятся Христу и святым, и возжелала того же. И... и заняла его место Тоня. Медленно, год за годом, оно грызет мозги попавшихся ему людей, заставляя их молиться. Молиться вроде как богу, но на самом деле ему... Ему никогда не будет хватать. В доме начали появляться иконы. Максим сидел около них целыми днями, наблюдая за неподвижными ликами на куске дерева. Тонечка плакала и просила мужа остановиться. Чуть ли не пинками гнала его на очередной визит к доктору, но после приемов у врача лучше не становилось. Вскоре Макс вылетел с работы, и им стало почти нечего есть. Тоня получала немного, а найти новую работу за пару месяцев до декрета не представлялось возможным. За пару дней до того, как случилось страшное, Максим разбудил спящую жену посреди ночи. «Тоня!» Заговорщически прошептал он. «Ты слышишь эти звуки? Они громкие, как набат!» И Тонечка действительно услышала. Скрежет и шум из-за стены не могли принадлежать ни соседям, ни их собаке, а типа потому, что доносились из ее собственного коридора. Она похолодела. Неужели все это время муж был прав? «Да, Тоня, да!» Максим часто закивал. «А теперь послушай меня!» Она обращает людей в свою веру. Всех тех, кто хоть немного колебался, она опутывает своими чарами, и те поклоняются ему. О, они не ведают, что они на самом деле молятся. Тоня, они даже не представляют. И она довольна, если они дают ему пищу. Оно спит. Оно спит, пока ему не становится скучно. Пока оно не начинает жаждать новых жертв. И тогда... Тогда случается страшное. «Что? Что случается?» Тонечке было страшно. Сейчас она могла поверить во все, что угодно. Лишь бы это объясняло те звуки, что это носили сейчас из-за стены. Каждый по-разному, промотал Макс. «Я общался с их соседями, знаешь, лет десять назад такое уже было. Еще годы, еще. Даже срок всегда меняется. Кто-то погибал в пожаре, кого-то топили, а кого умирали родные. Некоторые кончались с собой. Установится мало молитв Тоня. Ему всегда мало. Оно всегда голодно». Она протянула руку. Лоб мужа был горячим и мокрым. Тот вспотел и трясся. Жернова господни мелют медленно, Тоня. Они могут молоть десятилетиями, и только потом, когда ты уже обо всем забудешь, перетрут тебя в порошок. Меня уже не спасти, родная, но, пожалуйста, прошу тебя, переезжай, замети следы, пусть оно не найдет тебя. И если захочешь молиться, о, если оно все же тебя отыщет, и ты вдруг до ужаса захочешь молиться, тогда молись. Молись истово, Тонечка. Прими крещение. Это не спасет тебя, но отсрочит твой конец на долгие и долгие годы. Оно уснет. Ему будет не до тебя, Тоня. Слышишь? Тонечка слушала мужа, глотая слезы. Максим бредил, у него явно был жар. Речь становилась все более бессвязной, пока не превратилась в невнятное обормотание, в котором невозможно было различить ни слова. Она не уснула до утра, сидя на кровати и прижимаясь к Максу, слушала его горячее дыхание. Из-за стены выла искры житала до самого рассвета. Через пару дней Максим скончался. Несчастный случай. Автобус, в котором он ехал к врачу, занесло на повороте. Еще и фура, ехавшая сзади, не успела затормозить и врезалась в искореженный остров Икаруса. Из пассажиров выжили единицы. И Тонечкин Макс не был бы в числе. Его убило на месте, и иногда ей казалось, что это к лучшему. Было бы куда хуже, умирая ее муж, медленно и мучительно, терзаясь болью и кошмарами. Он очень хотел, чтобы Тоня сохранила ребенка. Не сохранила. Не смогла. После похорон Макса почти в тот же день выкидыш. Нервы, слезы, много дней в больнице, беспощадный вердикт. Детей больше не будет. Можно даже не пытаться. Горе и болезни сушили хохотушку Тонечку. Выпили из нее всю радость. Из больничной койки она встала уже Антониной Петровной. Твердой и прямой. Как сухая палка. Квартиру, где они жили, с Максом Антонина продала. Не могла больше даже смотреть на жилище, где медленно сходил с ума ее любимый человек. А еще бежала от звуков, усилившихся после смерти мужа. Переехала в свою старую трешку, которую до этого сдавала. Сменила место работы, изменила своей привычке подолгу гулять в парке. Закрылась на замок и завесила шторы. Не помогло. Не убежала. Полгода спустя Антонина Петровна приняла крещение. Все эти годы она смиренно глушила горькие воспоминания, запрещая себе даже вспоминать о том, что случилось с ее мужем. Жила спокойно и тихо, не привлекая внимания, растеряла подруг и почти разучилась улыбаться. И никаких, никаких мыслей о событиях того солнечного лета. Он сошел с ума и погиб. Только и всего. Остальное она накрутила себе сама, потому что была слаба в вере. Грешная. Бог милостив. Он защитит и прикроет свою рабу от всякого зла. И все мы ходим под его взором. Раз он решил прибрать к себе Максима, значит так было надо. И даже когда погибли родители Лизы, и события стали разворачиваться с ужасающей быстротой, кошмары девочки, бессонницы Антонины Петровны, шум в гостиной, она упорно продолжала отрицать очевидное сходство. И теперь вот эта ссора, сорвавшая нарыв со старых ран, сколько прошло времени? Лет десять? Медленно мелют жернова Господни. Медленно, но неумолимо. Насколько глубоко оно успело прорасти в сознании Антонины? Может ли быть так, что ее прозрение лишь часть его жестокой игры в куклы? Муж успел сказать ей еще кое-что. Что-то, чему она поначалу не придала значения. Женщины сильнее мужчин, Тоня. Всегда сильнее. Там, где мужчина продержится день, у женщины есть месяц. Где у мужчины месяц, у женщины годы. А сильнее всех те, чье неверие не порушит даже самое сильное убеждение. И натыкаясь на таких, это нечто начинает злиться. «И что происходит, когда она злится?» Робко спросила Тонечко. Максим ничего не ответил. Теперь Антонина Петровна видела это своими глазами. Девочка, несгибаемая в своем безбожии, пробудила нечто, что могло дремать еще годами и лишь изредка ненадолго просыпаться, чтобы собрать жатву семей ее родных и близких. В каком-то смысле это действительно была ее вина. Антонине Петровне было страшно. Страшно даже не из-за чудовища, который скрежетал за стеной. Из-за того, что она лишь сейчас поняла, как нечто играло ее мыслями и суждениями, точно марионеткой. Как побудило ее винить во всем несчастную девочку, держать ее в строгости и мучить запретами. Как разладила их и настроила друг против друга. Антонину захлестнуло презрение к себе. Старая больная развалина, положившая жизнь, чтобы ублажать монстра. В конечном итоге именно она подставила под удар и Виталика с женой, и их дочь. Жернова господние давно затянули ее. И все эти годы Антонина Петровна смиренно перемалывалась. И тянула. Тянула за собой всех, кто был ей дурак. Она сама не заметила, как встала с кровати и вышла из комнаты, поглощенная собственными мыслями Антонина, будто на миг провалилась куда-то и пришла в себя, уже сжимающая ручку двери в гостиную. «Время пришло», шептал где-то внутри головы грустный голос, так похожий на голос покойного мужа. «Не упрямься, Тонь. Не сегодня, так завтра оно возьмет свое». Антонина зажмурилась и почувствовала, как под ряблым щекам текут слезы. Она испортила уже все, что только могла. Она отравлена, опутана этой ядовитой верой, и вырваться не получится. Бороться? Продлить собственную агонию жалкое, бессмысленное существование дойной коровы голодного нечто? Или бросить все и жить, как раньше, всю оставшуюся жизнь вздрагивая от каждого шороха, боясь, что это пришли по ее душу неумолимые жернова? Антонина Петровна всхлипнула, жалобно, по-детски. Нечто не оставляло ей выбора. Разве что девочку она еще может вытащить. Пусть Таня возвращается сюда, пусть уезжает в интернат к другу в старый дом родителей, пусть заметает следы, а с ней, с Антониной, уже все кончено. Ее старый бабушкин мобильник лежал на полке в коридоре. Дрожащей рукой, не отнимая второй ладонь от дверной ручки, она набрала короткое сообщение. Здесь опасно, не приезжай. И нажав на кнопку отправить, отшвырнула телефончик в сторону. Говорят, сдаваться тоже надо уметь красиво. По крайней мере, она всегда в это верила. Дверь проходной гостиной Антонина Петровна открыла сама, по собственной воле, не слушая никаких голосов и не пугаясь шума и скрижета. Пошла в шевеляющуюся, почти осязаемую темноту и спокойно подняла глаза к злобным, источающим голод и ненависть иконописным ликам. А лишь глаза у них были живые, грустные. Отчаявшиеся глаза Максима Виталика с женой, Тонечкиного нерожденного младенца и той девушки, которую забил насмерть топором ее безумный отец. Антонина никогда ее не видела, но сейчас почему-то узнала. «Ибо твоя есть сила и слава и ныне и пресно и во веки веков. Аминь», звучно произнесла Тоня и усмехнулась. Темнота поглотила ее. Валяющийся на полу коридор мобильный телефончик издал жалобную трель. «Сообщение не отправлено. За дополнительной информацией обращайтесь по номеру». Продолжение следует...